Мы продолжаем нашу уже любимую рубрику Вопрос-ответ Мы получили вопрос От нашего клиента, который приобрел у нас инструмент Мой фирменный инструмент Наталья Голох И через какое-то время получился вот такой вот результат У клиента один месяц Через один месяц у клиента инструмент покрылся ржавчиной На каких-то отдельных участках Ну и соответственно был задан вопрос По какой причине может возникнуть вот такой Ну опять-таки я знаю ответ на этот вопрос Но все-таки решив ответить профессионально Я обратилась к мастерам, которые его производят и изготавливают Которые знают о стали и о металле С которым они работают все Мы получили Я получила подтверждение своим знаниям Что используется в данном случае Агрессивный, альдегидный Достаточно дешевый препарат в качестве дезинфектора И возможно может еще не выдерживаться время экспозиции То есть время замачивания Возможно не выдерживается процентное соотношение воды К концентрату для замачивания инструмента Возможно недостаточно промывается инструмент После замачивания в дезрастворе А промываться инструмент должен не меньше трех минут Одна единица Поэтому рекомендуют и лучше использовать ультразвуковую мойку Которая более тщательно вымоет дезинфектор из инструмента Из соединительных механизмов Вот причины, по которым может появляться ржавчина на вашем инструменте Если инструмент качественный Если производитель дает гарантию И за все время реализации наших инструментов И в моем случае в том числе Я же свой инструмент тоже обрабатываю Он у меня точно такой же И другим инструментом я не пользуюсь Потому что произвожу Со своей субъективной точки зрения Самый лучший инструмент в мире Стремлюсь к тому, чтобы он был самым лучшим И пользуюсь только этим инструментом И ржавчины на инструментах ни в учебном процессе Ни в моей эксплуатации не было Поэтому я считаю, что в данном случае Либо дезинфектор, дезраствор низкого качества Агрессивный, альдегидный Либо может быть сталь плохого качества Которая тоже может подвергаться вот таким вот коррозиям металла У нас сталь неплохого качества Но у нас сталь неплохого качества У нас очень хорошая сталь Обработка инструмента В данном случае проводилась В препарате Биолонг Это достаточно популярный На сегодняшний день препарат И в плане дезинфекции И в плане антисептиков И обработки поверхностей На сегодняшний день это самый Недорогой, доступный Скажем так, препарат Для сферы обслуживания Если только вот появилась ржавчина на инструменте И прекратить обработку этим препаратом То его еще можно реанимировать Можно отполировать во время заточки Поврежденные участки И использовать его дальше Если же и в дальнейшем продолжать пользоваться этим препаратом Который разрушает металл Если даже при заточке Мастер будет убирать эту ржавчину То режущая кромка будет крошиться Там очень тонкая грань И инструмент, который Сейчас, например, не прожарил А прожареет чуть позже Он уже практически заточке не подлежит Соответственно Заточка будет держаться хуже Ну и он гораздо раньше выйдет из строя Чем хотелось бы Поэтому обращайте внимание на то Каким дезинфектором вы пользуетесь Мой совет Это препараты Не содержащие альдегидных веществ Безальдегидные средства Они щадящие И достаточно эффективные При дезинфекции При стерилизации Ну и еще есть такой совет Скажем так Народные средства От мастеров Которые производят инструменты Затачивают Если все-таки на ваших инструментах Появляются какие-то Известковые пятна Такие вот белые Или признаки ржавчины появляются После дезраствора Промывать, ополаскивать Мыльным раствором Из хозяйственного мыла Щелочным Или обычной питьевой содой Делать тоже щелочной раствор И промывать инструмент Таким вот щелочем Который будет нейтрализовать Агрессивные Для средства Класс Пока так Продолжение следует... Через Субтитры mundo Субтитры подогнал «Симон»